По кулигам эти предметы ничем не одрозниваются от случайных каменев. На самой справе, под застарылым пластом земли, фрагменты керамичных опосудов, которым корыстались еще 10, так вот делу тому. На этом месте был аттракцион «Веселые горки», который любили гомельчане и гости нашего города. Но уже время пришло, что аттракцион нужно было модернизировать, заменить. Поэтому здесь будет тоже аттракцион «Веселые горки», но уже более новой, более скоростной, с более лучшими техническими характеристиками. И при раскопках уже в фундаментных работах были найдены останки жилища старинного. Археологично гомель выучали вельми шмат. Практично что угодно о новых будовничих пляцоках возникала необходность охолных доследований. Раскопки не раз проводились они на территории головного помника гомеля – палацево-паркового ансамбля. Однако на сегодняшний шмат учин недоследований состоится та и его участка, где размещаны аттракционы. Дорогие аттракцион «Веселые горки» простоял на этом месте свыше трех десяти годов. И весь этот час земля заставалась и не кранутой. В одной из траншей был обнаружен очень мощный пласт культурного слоя, который, естественно, надо исследовать, потому что он дает материалы. Предварительно, значит, тут материалы идут одиннадцатого, даже с конца десятого, одиннадцатого, двенадцатого веков. И потом период средневековья – это семнадцатый и восемнадцатый век. Утэй-шасы гомель был центром Радимирской земли, за развитой экономикой и гандлем. Усе материалы, знайденные на месте старожитного городища, дозволить удокладнительник, которые исторические известки. Усе знаходки будут очищены, доследованы и поступятся на заховывание у палацево-парковый ансамбль. За разработкой с выкористанием буйной техники тут спынены. Будовництво ведется под контролем археологов. До речи увести новый аттракцион плановался у початку жнивня. Однако, в связи с раскопками, это отбудется некольки поздней.